Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас был, как всегда, влог. И знаете, я не хотела его сегодня записывать, потому что я встала с утра без настроения. Ты становишься старше, каждый год тебе прибавляются года, новые морщины и всё такое. И этот день обычно делают твои друзья. А в связи со сложившимися обстоятельствами, соответственно, сегодня мы ни с кем не увидимся. Но только с Магдонезом увидимся. Со своей семьёй. Только Магдонезом увидимся. Но праздник делает твоё окружение. То есть я проснулась, мне вставать не хотелось. Прибежал Ваня, чмокнул в щёку, спел хэппи бёздэ и тую. Потом поздравил муж. Потом тут же, значит, позвонил папа, говорит, вы дверь откройте. Я, говорит, с обратной стороны вам на ручку повешу пакет. Ну, то есть в двух метрах мы вот так вот с папой поговорили. Он оставил пакет. Поздравил от мамы, соответственно, ушёл. Вот такой. Тут же позвонила. Вот такой. Соответственно, мама, да. Открыла Инстаграм, а там ваши поздравления. И на самом деле настолько вот изменилось настроение. То есть как бы вот, ну, если я ничего не хотела с неё, думаю, ну, какая разница. Всё равно я из дома сегодня никуда не выйду под целый день. Как бы, ну, не каждый хочет встречать день рождения в таких условиях. Ну, самое главное, что все живы, здоровы. Это просто обычный день. Но когда этот день с тобой рядом твои близкие, все тебя поздравляют и стараются сделать тебе приятно, то это очень-очень здорово. Ладно, поехали. Давайте показываю вам, что мне подарили. Первое, что меня сегодня ждало, это открытку Ваня мне подарил. Она была вот эту. Торжественно вручил. Вот такую вот они с мужем выбрали открытку. Самая любимая. Вообще-то это папа только выбирала. Я не выбирала уже. А ты только подписывал. Моей маме. Мама, я тебя поздравляю. С днём рождения. Тебе желаю счастья и добра. Это Ваня очень старался. То есть это вот он прям написал очень хорошо. Я реально вот старалась. Вот, например, я пару раз стирал я. Потому что то это было вот дядом с м... А! Ваня, он сегодня весь на ажиотаже скачет, вокруг меня бегает, радуется. Как будто бы день рождения у него заряжает меня своим позитивом. В общем, что мне подарил муж? Ну, он, конечно, со мной вместе советовался. И я выбрала вот такие вот духи, туалетную воду. Она у меня раньше была. В общем, на сайте, как Ваня там? Бериру. Беру. Беруру. В общем, заказал. Правда, подарил мне их заранее вчера, поэтому они распакованы. И вот сейчас прозвенел звонок в дверь. Я думаю, господи, к нам же никто не приходит. Что это такое? Только Макдональдс. В общем, смотрите, какая прелесть. Я вот таких вот синеньких цветочков вообще ни разу не видела. Очень красивые цветочки. Букет оформлен очень красиво. То есть, ну, знаете, вот как хотелось сегодня похандрить. Не дают. То цветы привезли, то открытку Ваня подарил, то звонят. Все пишут. В общем, придется все-таки радоваться сегодня. Значит, папа с мамой. Малинку. Вот это да, Вань. Вот это вот настроение, я понимаю. Вот это все поднимает настроение. Рыба твоя любимая. Моя любимая рыба. Вот это папа молодец. Да, это моя любимая рыба. То есть, можно будет сегодня сделать бутербродик с рыбкой. А мне сделаешь? Тебе сделала помидорчики черри. Еще батон хлеба. Папа даже подумал о том, чтобы купить чебату. Чебату – это мой любимый хлеб. Я его просто обожаю. И он принес чебату. Представляете, вот такой вот пакет тебе на день рождения. Вот это вот, я понимаю, родители. Да, Вань? Да. Ванька, учись. Так, что здесь есть еще? Нет, это Андрею. Это папа даже подумал про Андрея. Чтобы Андрею было хорошо. Ананас. Откуда ананас? Огромный ананас. Ну, вот смотрите, уже праздничный стол какой. Ананас килограмма на два, наверное, если не поболее будет. Он реально очень большой. И вот такие вот кедровые орешки. Я их просто обожаю. Но уже давно очень не покупала, потому что они сейчас стоят в три дорога. Что-то, я помню, 1300, что ли, килограмм сейчас у нас стоит. Смотри, открытка. Ну, вот папа, видите, какой молодец. Еще и денежки. Папа сошел с ума, называется. Ну, ладно, я не буду читать открытку, потому что это лично. Ваня. Я сама. Я сама прочитаю сейчас. Не надо. В общем, вот так вот меня поздравил папа. А муж еще, конечно же, купил шампанское. Итак, вот такой вот у нас праздничный завтрак. Ну, завтрак, совмещенный с обедом. Потому что я бы еще не ел с девять. Ваня с девять. Ну, как ты? Агушу пил. Ваня, как всегда. Агуша. Значит, смотрите. Кто спрашивает про праздничный стол? Что, горячо? Про праздничный стол. Я не собиралась сегодня вообще ничего готовить. Почему? Не потому, что мне лень или еще что-то. Потому что все уже надоело. Все приедет. А что еще это с чай такой? Он такой мой любимый. Ну, обычный чай. А, это с бергамотом. С бергамотом я заварила сейчас. Вот. И, ну, просто все надоело. Я готовлю каждый день. Готовлю постоянно что-то новое. И вот на день рождения мне просто хочется, вот знаете, не знаю, да? Ничего не хочется. Поэтому мы сегодня решили заказать Макдональдс. Ваня очень сильно любит Макдональдс. Папа очень сильно любит Макдональдс. Мы это делаем не часто. Вот так вот в празднике. И ты тоже очень сильно любишь. Я хотела себе заказать... Нет, я хотела себе заказать суши сперва. Потом что-то суши неохота вроде. Ну, как бы... Потом крылья, наверное. Крылья, крылья. Тоже неохота. Ну, не знаю. В общем, закажем что-нибудь. Что-нибудь закажем. А я в бабушку ругам бергер. Так. А вот дедушка нам, видите, какой стол организовал. Вот это вот самый классный... Ну, точнее, он рыбу принес. Самый классный завтрак, когда у тебя есть клубничка, малинка. Это у нас бывает не часто, потому что малины сейчас как слиток золота, наверное. Вот это вот все принес девушка, кроме фисташек. А фисташки мне вчера муж килограмм принес. Фисташек, потому что я люблю. И он вот такие вот фисташечки подарил. Уже мы вчера все вместе уплели. Дашок, как всегда, вместе с нами. Андрей сейчас работает. Ну, он как быстро прибежал, как всегда. Бутерброд съел и убежал. Можно пробовать? Ну, пробуй. Слышите, как хрустит хлеб. Чебата – это мой самый-самый любимый хлеб. Он вообще фантастически вкусный хлеб. Я даже иногда задумывалась на тему купить машину, хлебопечку, чтобы печь хлеб. Но потом я понимаю, что это такое, мне кажется, разовое будет. Миша, что ли, звонила? А я хочу вот из всего, из этого, наверное, быстрее попробовать малинку. Я уже пробовала. Вкусно? Я только одного не пойму. Где она сейчас растет, на каких базах, откуда ее вообще везут. И каким образом она сохраняется вот без вот этих вот хвостиков, ярлычков. Мама, смотри, фокус. Берем это вот так вот делаем. Туда. Смотрите, туда кедровый орешек в малинку. Видим. И прям день рождения на ура, да? У меня такого дня рождения еще не было. Нет, мне правда интересно, как она сохраняется. Потому что вот я раньше слышала, я знаю, что если из малины достаешь этот хвостик, то она быстро портится и теряет все свои вкусовые качества. Вот. А здесь получается, что это все удаляют. И как бы она у них лежит там в холодильнике по два, по три дня. То есть, как выращивают эту малину? Ну, она хоть кисловата. В общем, вопрос. Как и где выращивают малину? Вывальку с рыбой. Пробуем бутерброд с красной рыбой. Красную рыбу реально не ела. Я вам уже объяснила свою позицию, что рыбу сейчас очень часто начиняют краской. И всем остальным. И после того, как я посмотрела передачу, как там ее производят, я практически перестала покупать рыбу. Поэтому очень давно уже ее не ела. Это фоксический икра. Безумно вкусно. Безумно вкусно. В общем, все молодцы. Все молодцы. Всем огромное-огромное спасибо за поздравление. Мне прям настолько приятно. И Людмила Капустина сегодня поздравила. И Татья сегодня поздравила подписчики. В общем, много-много подписчиков, зрителей. Мне так нравится этот процесс, когда Дашка умывается. Она лежит такая довольная. Да, Ваня, смотри, такая счастливая. И умывается. И умывается. Ваня довольный и счастливый заточил бутерброды. Ну, потом еще на шампанское останется бутерброды. Баня, это Даша довольная. Она у нас сейчас солнце, солнечная погода. Она выходит на балкон. На балконе у нее там есть ее любимая лавочка. И она на этой лавочке постоянно отдыхает. Я, кстати, не понимаю. Почему ты постоянно, да, постоянно, практически, постоянно, случайно перепутываешь и называешь Дашу Ваней. А меня там протяжки никогда не называешь, случайно, никогда не перепутываешь. Тебя с Дашей, да? Тебя с Дашей. Ну, как тебя перепутаешь с Дашей-то такого, товарища? Дашуля, тебе мы сегодня с Ваней сделали новую игрушку. Чтобы я за этим мячиком не бегала. Ваня, ну, убери, пожалуйста, мышку. Давай. Вот так вот тебе. О, а то я все время мячик она этот сбрасывает, и я за этим мячиком вот так вот. Давай. Вот умница. А вот так. А вот так. Футболист. Давай, ты отражаешь. Отражаешь удар. Молодец. Удар отражаешь отлично. А теперь поймать. 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 Она его не может сборить. Все? Ну, Маша, смотри, что можете сделать. Смотри, вот. Даже не поняла, что это было. То есть ты делаешь ручку для игрушки. Вот, видите, как. Ваня уже смастерил здесь столько разных штучек, поделок и всего остального. Пока сидим на самой зеле. Да. Тут у нас уже весь дом в айфонах и в игрушках. Вот таким вот образом я занимаюсь. У меня стоит здесь Ванин планшет. Сейчас прошла я тренировку. И уже привезли первый заказ Вани. Ваня из Макдональдса с Андреем. А у меня будет из Пронта заказ вкусняшек. Мои. Ваня, в общем, здесь чай, гамбургеры. А это же бургер. А, бургер. Да я не хочу, Вань, бургер. Я бургер не хочу. Что-то муж себе еще заказал. А у меня сейчас будут мои сушки. Вот, смотрите, какую мне красоту привезли. Привезли вот такие вот суши. Здесь я заказала. И вот здесь что-то так прям аппетитно пахнет. А, вот они. Горячие роллы. Я их просто вот обожаю. Ну, я редко, когда заказываю суши. Ну, вот на день рождения, наверное, первый раз. Последний раз на 23-е заказывала как-то. Было дело вкусняшки. И здесь брокколи с чесноком. Вот. Вот это вот мой праздничный сегодня. Ужин. И ужин, и обед. Это мой. Ну, а это вот у нас у Ивана. Он у нас любитель. А где твои черема-клубицы? Любитель этих бургеров. Вань, я не заказывала наггетсы. Зачем мне нужны наггетсы, если у меня есть такая вкусняха? Сейчас попробую вот эти вот роллы. Это что у нас сейчас я вам скажу. Это ролл горячий краб он называется. А это Калифорния с креветками. Но я люблю горячие именно сейчас. Итак, шампусон у меня вот такой вот сейчас. За ваше здоровье, за свое здоровье. Андрей мне чинзана даже купил. Молодец какой. Знает, что жена любит. Сейчас вместе с вами пойдем отвечать. Отмечать. Отвечать. Отвечать на вопросы и отмечать. Так, пришла я на балкон отмечать. Вот таким вот образом я сейчас в последнее время гуляю. Смотрю на пейзаж там за окошком. Какая-то у нас там речушка есть. Самолеты изредка пролетают. Пожар какой-то сегодня я смотрю. Непонятно что. Ну и давайте сейчас вам расскажу кое-что. Вот так вот. Сегодня вместо природы с малиной, с шампанским. За ваше здоровье. Взяла я наушники, чтобы вам было лучше слышно и не было слышно улицы. Значит, что я хочу рассказать. Вкусная малина. Я не знаю, что сейчас в последнее время происходит со мной. Но у меня почему-то бессонница меня одаревает. Я очень часто не могу уснуть до трех ночи. То есть ложимся мы там где-то в часов 12, пол первого. И вот до трех часов ночи я ворочаюсь. И о чем ты думаешь? Ну то есть стараешься прогнать какие-то мысли. Я не знаю. А мысли они вот как-то летят, как какие-то насекомые тебя одолевают. Постоянно. И вот вчера я о чем думала. Недавно, где-то неделю назад, может быть чуть больше, у нас была полная луна. Полная луна. И у нас окна в спальне без штор только тюль. И вот эта луна, она как-то, знаете, так вот опустилась. И прям вот смотрела в окно. То есть не то, что там ты на небо вот смотришь и видишь ее. А прям вот ты лежишь, и она прям вот напротив тебя. И я, в общем-то, увидела вот эту луну. И я не знаю, меня посетил какой-то, знаете, такой животный страх. Я не знаю почему, но вот какой-то вот ужас испытала. То есть никогда такого у меня ранее не было. Наоборот, всегда любуешься полной луной. А здесь вот как-то что-то вот было неприятно. Полнолуние. То есть луна была очень большая, это было полнолуние. И я даже как-то там прикрылась чем-то, чтобы ее было не видно, я не знаю. А потом я решила поискать информацию. Думаю, есть ли интересные такие же люди, как и я, которые испытывают какие-то непонятные чувства при виде полной луны. И оказалось, что таких людей довольно-таки много. Я там читала какие-то форумы. Ну, знаете, у каждого есть какая-то вот фобия или что-то еще. У меня такого раньше не было, но вот впервые вот со мной такое случилось. И когда я читала форумы разнообразные, и там, в общем, один посоветовал, вы, говорит, почитайте книжку «Союз пяти». «Союз пяти». В общем, ну, мне ночью делать совершенно нечего. То есть уснуть я не могу, ворочаться сбоку-набок надоело. Я уже взяла телефон и стала на телефоне искать эту книжку. Но это не книжка, это рассказ. Написал Алексей Толстой в 1924 году, практически 100 лет назад. Вышла она в 1925 году. То есть ее смогли прочитать люди. Это фантастический рассказ, но тем не менее. В общем, смысл этого рассказа меня поверг немножко в ужас. Все с фантастика фантастикой, но есть над чем задуматься, на что обратить внимание. В общем, пятеро американских магнатов во главе с Игнатием Руфом решают подчинить себе мир оригинальным способом, произведя всеобщий психоз через уничтожение Луны. В общем, я вам немножко прочитаю. Идея нашего наступления такова. Мы должны поразить мир невиданным и нестерпимым ужасом. Четверо сидящих за столом опять вынули сигары, но на этот раз не усмехнулись. Глаза инженера Корвина медленно мигнули. Игнатий Руф сильно потянул воздух ноздрями. Мы должны произвести столбняк, временный паралич человечества. Острие ужаса мы направим на биржу. В несколько дней мы обесценим все ценности. Мы скупим их за гроши. И тогда мы выпустим манифест о вечном мире и о конце революции на земле. Игнатий Руф взял бокал шампанского и сейчас же поставил обратно. Рука его несколько дрожала. Каким же способом мы достигнем нужного эффекта, мирового ужаса, сэр? В общем, он обратился к инженеру. Ну, в общем, это я вам такой маленький отрывочек зачитала. Смысл в том, что, значит, они пускают слух по всему городу. То есть они платят щедро журналистам, писателям-фантастам, у которых очень хорошая фантазия, что скоро пролетит некая комета и врежется в Луну, и Луна разлетится на куски. И, в общем, собственно говоря, жизнь прекратится. То есть им нужно посеять страх, ужас в обществе для того, чтобы обрушить биржу. Значит, они купили остров. На этом острове они произвели множество ракет, 200 ракет. В общем, все их в определенный момент выпустили на Луну. Значит, одновременно они сделали такой всплеск в общественные массы, что вот сегодня вот эта вот комета пролетит, и Луна будет разрушена. Вот, и, в общем, им это все удалось. Луну они взорвали. И начался вселенский ужас у людей. То есть люди увидели это все, что Луна вот распалась на кусочки. В общем, кто-то сошел с ума, кто-то умер от инфаркта, кто-то умер от инсульта. И больше, в принципе, не было ничего в мире, что интересовало людей, кроме вот этой вот развалившейся Луны. На бирже резко все обесценилось, они все скупили так, как они и хотели, как они и добивались. Значит, уничтожение Луны становится причиной обвала фондовой биржи, что позволяет союзу пяти, ну то есть пяти вот этих вот магнатов, диктаторов, завладеть двумя третьими мирового капитала. Полностью подчинив себе мировую экономику, магнаты объявляют диктатуры союза пяти. И немножко тоже хочу вам зачитать, но так как сегодня все-таки мой день, мне хочется поделиться с вами тем, что мне в последнее время понравилось. Значит, через час, после того, как они захватили власть, отряды мотоциклов, аэропланы разбросали по городу извещение Союза Пяти о государственном перевороте. Вся власть в стране переходила к пяти диктаторам. Новые парламентские выборы назначались через полгода. Страна объявлялась на военном положении, закрывались все рестораны, театры, кино, запрещалась музыка в общественных местах, а также бесцельное гуляние по улицам. Извещение было подписано председателем Союза Пяти, и вот этим вот Игнатием Руфом переворот был решительный и суровый. Ничего не напоминает фантастический рассказ, который написан был в 1924 году. Ну и в общем, чем это все закончилось? Чем все это закончилось? В кабинете свернутого президента, они свернули президента, сидели диктаторы. И вот они между друг другом обсуждают, что в первые дни еще можно было заметить подобие страха. Но сейчас они ничего не боятся. Вот ваши полумеры. Они, то есть люди, население, они без сопротивления отдали нам свои деньги. Они не сопротивлялись, когда мы брали власть. Они не желают читать моих декретов, как будто я их пишу тростью на воде. Но черт возьми, я предпочел бы иметь дело с бешеным слоном, чем с этой сумасшедшей сволочью, которая перестала любить деньги и уважать власть. Что случилось? Я спрашиваю. Они пережили несколько часов смертельного страха. Все. То есть люди пережили смертельный страх. Все. Мы вывернули их карманы. Правда, но после этого они должны были еще больше преклониться перед идеей концентрированного капитала. Один из диктаторов, похожий на старого сверчка, спросил. Уверены ли вы, сэр, что мы так богаты, как мы это думаем? Девять десятых мирового золота лежит в подземельях здесь. Руф ударил ногой по ковру. Ключ от этого золота здесь. Он хлопнул себя по жилетному карману. В этом никто не сомневается. Я удовлетворен вашим объяснениям. Благодарю. Руф продолжал. Они продолжают существовать, как ни в чем не бывало. Заводы работают. Фермеры работают. Чиновники-служащие работают. Очень хорошо. Но при чем же мы, я спрашиваю, мы хозяева страны или мы сами себя выдумали? Вчера в парке я схватил за воротник какого-то прохожего. Понимаете ли вы, сэр, крикнул я ему, что вы весь мой с костями и с мясом, с вашей душонкой, которая стоит 27 долларов в неделю. Негодяй усмехнулся, будто он зацепил воротником за сучок, освободился и ушел посвистывая. Мы взорвали проклятую луну, мы овладели мировым капиталом, мы взяли на себя чудовищную власть только для того, чтобы к нам относились как к явлению природы. Дует ветер, подними воротник. Я запретил музыку в общественных местах. Весь город ходит, она свистывает. Я закрыл кабаки и театры, в городе стали собираться по квартирам, они развлекаются бесплатно. Мы мираж, мы боги, которым больше не желают приносить жертвы. В общем, ну, закончилось тем, что люди просто перестали их замечать. И не было бы так смешно, как не было бы так печально. То есть это просто всего лишь какой-то такой фантастический рассказ, написанный в 24-м году, практически 100 лет назад. И вот, в общем, кто может поделиться какими-то такими, спасибо большое, вот все, что вы мне отправляете, всех блогеров, ссылки. Ну, кто-то мне нравится, кто-то не нравится, кого-то я вообще откровенно не понимаю, что там бред какой-то несут. Но нам даны глаза, нам даны уши для того, чтобы видеть, слышать. И самое главное, есть мозг для того, чтобы анализировать какую-то ситуацию. То есть, ну, не следует... То есть, если вы слушаете кого-то одного, второго, третьего, четвертого, то вы, соответственно, составляете какое-то свое мнение обо всем. И нельзя говорить там, а, ты вот этого слушаешь, значит, ты такой-то, такой-то. Как бы слушать можно кого угодно, а выводы делать свои, относительно себя и своей собственной жизни. Но есть о чем задуматься. Ну, а у меня сегодня праздник. Во всяком случае, на улице светит солнце, небо голубое, красота на улице. В общем, будем надеяться с вами на лучшее. Спасибо большое, что вы были со мной. Спасибо большое за все ваши поздравления. И, как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока! Убегай от снов и от прожитых лет. Все равно ты себе не изменишь. И от жизни возьмешь только то, что тебе даст Господь. И ни больше, ни меньше. Огляни за собой, сколько в жизни сплелось, Сколько судеб к тебе прикоснулось. Пусть полжизни прошло, как у всех на авось. И удача другим улыбнулась. Поговорим за жизнь. Без трепа, без пустого, есть повод у друзей, честное слово. Поговорим за жизнь, без трепа, без пустого. Есть повод у друзей, честное слово. Расскажи о себе, эта жизнь не кино, И не важно, кто выйдет героем. Сцены жизни своей, как картинки из снов, Иногда не дают нам покоя. Словно был ты собой, а быть может, не ты, Из вчерашнего в мир этот вышел. Поговорим за жизнь, без трепа, без пустого.